Всем здравия! С вами Народное славянское радио. В виртуальной студии находится Валентин Игоревич Назаров. Здравия, Валентин Игоревич! Добрый день! Александр Федорович Соколов. Здравия, Александр! Добрый день, друзья! Рад с вами встретиться опять. И я ведущий Алексей Орлов. Сегодня мы будем рассматривать тему «Русский мир сегодня» и «Как с этим жить». Вот такая непростая тема. Там заявлено несколько пунктов. И мы постараемся в одной передаче пять пунктов обозначить. Если не получится, то тогда сделаем вторую часть, чтобы особо не растягивать. Итак, Александр, пожалуйста, ты инициатор был этой темы. Тебе и слово. Хорошо. Дорогие друзья, мы сегодня живем в удивительно интересное время, которое насыщено такими многими событиями, что голова кругом идет. Плюс возможность получать информацию самых разных источников. Но вся ситуация сегодня говорит нам о том, что она непростая ситуация. В том, что действительно кризис во всех сферах жизни, по сути дела, взял прямо-таки за горло людей. И мы сегодняшнюю передачу хотим сделать, друзья, для вас, нашими гостями. Не для того, чтобы опять в очередной раз поплакаться, постанать, плачь ярославный послушать. А для того, чтобы, во-первых, описать ситуацию, для того, чтобы нам было понятно, что действительно надо что-то делать. А потом предложить те рычаги, те механизмы, то доброе будущее, ради которого мы можем как народ объединиться и действительно что-то стоящее сделать, чтобы мы жили справедливо, в достатке и чтобы мы строили свою державу по законам совести, справедливости. Ну, то есть так, как было в укладах наших предков. Поэтому, вот, для начала я обращаюсь к Валентине Игоревичу. Валентин, скажи, пожалуйста, вот, ты очень часто, кроме того, что ты являешься доктором наук, профессором, ты очень часто в самых разных ситуациях и знаешь все цифры, начиная от Академии наук до самых, так сказать, низовых звеньев в губерниях наших. Опиши, пожалуйста, ситуации в цифрах и факторах, что в настоящее время происходит. Значит, я могу сказать только слушателям, которые не присутствуют на высоких совещаниях. Вот, последнее, как бы, заседание Вольного экономического общества совместно с Президиум секции экономики Российской Академии наук, где я присутствовал. Я скромный профессор, я не академик, но тем не менее, я выступаю на этих конференциях, слушаю, что говорят академики, поэтому я ссылаюсь на их авторитетное мнение. Просто мне сейчас статистический доклад делать в этом формате не получится. Поэтому могу лишь сказать, что вот, например, академик-секретарь Ивантер, он характеризовал современную нашу экономику как старческая экономика, тупиковая. Профессор Мирхин сказал, что мы создали странную экономику, где все элементы направлены на торможение. Он привел также данные, что Российская Федерация в 2017 году заняла 153-е место в мире по темпам роста, а в 2018 году 166-е место. Это великая держава. Да, 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 да. Институт народно-хозяйственного прогнозирования, замдиректор Широв, говорил о том, что опережающий рот первичных издержек производства продукции, он не дает нам увеличивать экономику и рентабельность нашего производства. Академик Никипелов говорил о том, что с 2000 года вывоз капитала, что мы вывозим более уже триллиона долларов только по счетам движения капиталов и не учитывается еще вывезение основного капитала, о чем говорит депутат Евгений Алексеевич Федоров. Он говорит о том, что более 90% крупных предприятий все уже вывезли свой капитал за рубеж. Это не отражается в платежном балансе страны. Значит, академик Аганбегян отметил то, что должны быть стимулы для экономики, потому что у нас сейчас везде тормоза. И за 27 лет в современной России внутренний воловой продукт вовсе даже не увеличился, потому что промышленное производство упало, снизилось, а увеличились услуги. То есть просто исчислять воловым продуктом, когда, скажем, все население вдруг начнет друг другу оказывать парикмахерские услуги, так оно же голодным останется. А кто готов будет производить материальную продукцию? Вот, значит, Клепыч, зампредседателя Внешэкономбанка, говорил о том, что система стратегического развития у нас не сложилась. У нас точечное, ручное управление. Директор Института экономики РАН Линчук говорил о том, что никаких предпосылок для роста в России нету, что нет цели полагания в стране, какую модель мы строим. Вот стратегическое планирование должно привести к стратегическому управлению, чего сейчас нету. Вот, ну и так далее. Значит, вот интересные цифры сказал академик Петриков, отвечающий за сельское хозяйство. Он сказал, что за последние годы, вот с 2000 года, число сельхозпредприятий снизилось с 59 тысяч до 36 тысяч, и число фермеров уменьшилось на 110 тысяч человек. То есть мы имеем дело с укрупнением производства, с приходом концернов в сельское хозяйство, которые создают совершенно новую ситуацию, с которой я вот сталкиваюсь, общаясь по регионам. Она выглядит следующим образом, когда паи вот этих самых частных производителей, родовых угодий, пайщиков, они скупаются корпорациями, которые ничего личного, только бизнес, сдают в аренду, скажем, иностранным, допустим, китайским арендаторам, которые применяют то, что им удобно применять, свои фосфатные удобрения, южнокорейские трактора, они наши, российские, и это вопрос времени, когда русских рабочих заменят, скажем, более дешевые из Юго-Восточной Азии. Еще раз говорю, ничего личного, только бизнес, таков капитализм. Вопрос, а где место русскому народу? Потому что тенденции, их нельзя не видеть, есть, и сегодня, значит, и сегодня трудозанятость на селе, тот же самый Академик Петриков отмечает, что она является одной из важнейших проблем, а где работать, а в чем будущее? Мы что, все отдадим иностранцам, они будут у нас все обрабатывать, а мы-то где будем после этого? Вот, очень много других интересных цифр, значит, в частности, о том, что в Соединенных Штатах на тысячу гектаров, например, 60 тракторов, в Европе 40 тракторов, в России 2 трактора. При этом из нашего трактора, на вторую страну, 150 тысяч тракторов, у нас 100 тысяч превзношен, практически полно. А за прошлый год, если не ошибаюсь, было куплено и везено, отечественных и импортных, около 5800 штук. То есть, вот, куда мы движемся, вот наши перспективы, и непонятно, что будет дальше. Значит, при этом, ну, то же самое экономисты обсуждают, значит, такие макро-показатели, что воловой продукт на душу населения России занимает 60-е место в мире, что воловой продукт по паритету покупательной способности 48-е место в мире. Это вот то, о чем нам задача ставит президент, что мы должны стать великой державой. Но вот это вот та реальность, которую мы сегодня имеем. Вот. Ну и роль государства в экономике такова, что в Российской Федерации где-то 43% выручки изымается государством, в то время как в Китае ровно в два раза меньше, 23%, почти в два раза. В США 33%. Характеризуясь из сегодняшнего состояния, можно сказать, что денег полно, а они не работают, а инвестиций нет, внутренних инвестиций. И все наши исполнительные органы власти как бы напряглись и ждут прихода какого-то чудодейственного инвестора, который должен прийти и принести нам всем счастье и сказать нам, в чем наше будущее и наша перспектива. Очень много людей сейчас волнуется на этот счет по поводу своего будущего, будущего их детей, будущей земли, будущего их внуков, потомков, потому что мы, коренные народы России, действительно правильно задавать такие вопросы и искать на них ответы. Вот, собственно, эта передача на то и направлена. А что будет дальше? Я бы хотел добавить, Валентин Ильич, ты как бы так общие глобальные цифры, касающиеся целой страны, называешься. Я бы хотел, чтобы люди понимали, как на более низком уровне эти вещи выглядят на самом деле. Например, я живу в Луганской народной республике. Ситуация у нас такова. Ну, во-первых, средняя зарплата сегодня где-то 4-5 тысяч рублей, подчеркиваю, средняя зарплата. Пенсия 3,300. Вот. Допустим, у нас, живу я в Краснодоне, Краснодонский район, он имеет потрясающий юг, потрясающую, подчеркиваю, трудовую и, так сказать, героическую историю. Ну, этот город небольшой. Вот здесь в свое советское время было 9 героев Советского Союза и 19 героев социалистического труда. До войны Великой Отечественной было 41 шахта в городе. И коксующийся уголь, который, все будущее коксов здесь. Вот. Когда я приехал после института, было 15 шахт. Сейчас осталось 3. И вот в связи с этой войной, которая происходит у нас, население упало, вот в нашем районе, до 130 тысяч. И на это население всего 9 тысяч рабочих мест. Понимаете? Вот сами цифры, они говорят за себя. Я уж не говорю такие вещи, которые касаются вопроса образования, которая напрочь уничтожается, вообще способность людей, детей развиваться, соображать, что и что, понимать, какие-то взаимосвязи жизни. Это какое-то оболвание идет поголовное. Они становятся просто неспособными не то, что собой управлять, это просто ужас, что происходит воспитание и образование. Культура, так называемая, через средства массовой информации, она нас посадила на уровень каких-то странных существ, которые пытаются торчать, балдить, как сейчас говорят, но перестает вообще понимать серьезнейшие вещи, которые всегда были стердным народом, такие как совесть, справедливость, сейчас главное, так сказать, не быть лохом, задавить ближнего и так далее, это же серьезнейший вопрос. Они нуждаются в том, чтобы мы, в конце концов, опомнились. И мы сейчас переходим так плавно к следующему нашему вопросу. Вот я бы хотел, друзья, чтобы Валентин Игоревич и Алексей все-таки выразили свое мнение. Какова роль народа во всех этих процессах? Что мы можем сделать как народ действительно? Валентин, пожалуйста. Кто первый? Я, да? Ну, я профессор Международного Славянского Института, академик двухславянских академий, поэтому как бы мне мое собачье дело говорить как бы по вопросам судьбы и роли русского, славянских народов и именно русского народа. Значит, я в данном случае излагаю наше миропонимание ученых славянского мира, которые мы обсуждаем на основании этих деклараций, которые принимаются нашими академиями. Туда входит 14 славянских стран. Вот, и мы их как бы публично обсуждаем эти вещи. Так вот, роль народа, она следующая. Дело в том, что вот эта беда, которая у нас сейчас не устройство в экономике, вот этот развал в социальной сфере, он проистекает от того, что мы, образно говоря, мы танцуем чужой танец, мы исполняем чужие, мы используемся на подтанцовке у англосаксов, у их мировоззренческого основания. Дело в том, что в мире существуют две деметрально противоположные мировоззренческие концепции. Одна из них англосаксонская, которая говорит о том, что каждый человек, он индивидуален, это самое главное, его желание, прихоти, его гедонизм, удовольствие, самое главное, значит, бери от жизни все, что можешь, за души близнего, обогащайся любой ценой. Это одна, значит, концепция. Значит, вот сейчас вот мы, славяне, мы русский народ, значит, наши предки, они жили всегда совершенно на других принципах, поэтому все, что мы последние 28 лет пытаемся сложить и рассказываем сказки про добрых стяжателей, инвесторов, которые придут и сделают нам счастье от щедрот своих, это все вот это вранье, которое уже понятно всем, даже детям. Другое дело, что никто не понимает, что же нам, где нам взять другое. Так вот, другим является то, что это есть мы сами. Нам пора вернуться самим себе. Мы другие. Русский человек в своей сущности, он никогда не ставил целью над златом чарность, как говорил Пушкин. Это не являлось никогда смыслом бытия русского человека. Мы ищем гармонию, мы ищем гармонию с окружающим миром, мы ищем гармонию в труде, чтобы труд приносил удовольствие, счастье. Вы же посмотрите, люди, которые работают пять дней на заводе, на производстве, потом приходят на свой приусадебный участок, шесть соток и субботу-воскресенье работают с очень высокой интенсивностью, спина разламывается, руки отрываются, но человек встает и его душа поет, что он сделал, что у него он в труде, он нашел, обретает удовольствие. Русский человек через труд восстанавливает свое единство с природой, с объектом труда. Он смысл бытия восстанавливает. В этом смысле мы отличаемся от западников. А западники, они воспринимают труд как наказание, как кару, как неизбежную, которую надо тащить, и потому ее проклинают и всячески убегают. Вот обмани ближнего, это для них выход из этого труда. Русский человек преобразует природу, он ищет гармонь, счастье мы ищем. Мы ищем счастье во всем, в том числе и в личных отношениях, и в общественных, когда мы говорим, что справедливость является главным мерилом всего. Не закон, который может противоречить даже, а именно справедливость, она должна наполнять и формировать законодательную базу, а не наоборот. говорите. Валентина, то есть ты, кроме того, что напоминаешь нашему народу о его свойствах, на твой взгляд, что он в этой ситуации все-таки может сделать, кроме того, что вспомнить себя? Он может сделать самое главное. Дело в том, что наш народ, он миролюбивый, добротолюбный, и мы относимся всегда к руководителям. У нас сочетание, в нашей ментальности всегда было сочетание принципов единоначалия с народовластьем, когда народ выбирал себе князя на княжение и вручал ему всю полноту власти. Этот князь мог и казнить, и миловать, но зато потом он должен был по всей полноте ответить перед народным вечи, которая его избрала. В этом смысле народ наш долготерпелив и ждет, что именно вот наше управление, оно в меру своих способностей, правоспособностей, правомочий, оно будет и ответственным отвечать за результат. Поэтому сейчас, когда за 28 лет мы пришли к тому, что, как говорит академик Аганбигян, весь мир ушел далеко вперед, а мы-то не выросли ни в чем. Мы только в перепродажах увеличились, а в материальном производстве и в росте натуральном мы не сдвинулись никуда, упали даже. Вот. Так вот, я хочу сказать о том, что народу нашему надо сейчас перестать быть индивидуумом, перестать быть, как ты говоришь, современный язык русский, лохами, терпилами. Надо становиться народом. Потому что, если каждый из нас поодиночке приходит к чиновникам, они смотрят на нас как на неудачников. Это они же, чиновники, они предложены. А мы-то кто снизу пришли, ну, просители какие-то жалобные, да? Так вот, если, скажем, люди, живущие у себя на земле, в селе, в любой станице, на хуторе, если они соберутся и скажут, что мы хотим жить по-человечески вот здесь, на земле, мы, мужики, упершись ногами в эту землю, вечную землю, мы представители народа, это будет уже решение народа. Так вот, единственное и правильное, что может сделать сегодня всякий и каждый человек, это на самом деле у себя на территории помыслить, а как же нам правильно жить хорошо, чтобы мы жили богато, достаточно, детей растили, но не хуже, чем в той же Финляндии, в Швеции, в Дании, там же ведь не работают так до изнеможения, там люди живут в удовольствии, но почему у нас нельзя, а у них можно, почему мы-то не можем, мы же первые в космос полетели, мы же вон весь мир всегда удивляли всеми творениями и воинскими, и техническими, и художественными, какими хотим, мы же талантливый народ, мы очень трудолюбивый и очень покладистый такой народ, почему мы не должны сделать, мы непременно должны это сделать. Хорошо, Алексей, ты, пожалуйста, дополни, как на твой взгляд, какова роль народа на этом этапе развития истории нашего народа. Дело в том, что любая страна, государство, царство и так далее, не просто так, это некая территория, это еще и те, кто живут на этой территории, если это мы не будем учитывать, то тогда все пойдет коту под хвост, тогда непонятно, о чем вообще говорим. Любая страна, любое государство, любая держава, это прежде всего народ, не просто население, а народ, ответственный за эту землю. И если народ находится в анабиозе, то тогда все, о ком мы тут постоянно говорим, пользуются тем, что мы предоставляем возможность этим анабиозом пользоваться. Если же мы пробуждаемся, и если мы понимаем, кто мы для начала и для чего мы здесь, что это наша земля, что мы хозяева на этой земле, то тогда вот эта анабиозность уходит, и те, кто забрался к рулю, они будут вынуждены с нами считаться. Ибо все-таки из народа состоит любая часть государства, державы, царства и всего прочего. Поэтому, прежде всего, это осмысление кто мы. Любое дело, любое предприятие начинается не с денег, начинается даже не с производственных мощностей. Любое предприятие сначала это мысль, цель, идеология. Если у нас кривая идеология, которую нам вбросили, то значит и цели у нас будут кривые, и значит мы не туда придем, значит не будем неправильную дорожку выбирать. Поэтому сначала цель, идеология, но идеология должна быть чистая, без вмешательств и наземных каких-то дополнений, которые против нас же были сделаны и мы этими же дополнениями ядовитыми пользуемся и считаем их своими. Вот это важно. То есть начинается реконструкция, реформация наших мозгов, нашего представления. Это первое. Цель идеология. Потом, после этого, когда продумана цель идеологии, собираются люди для выполнения этих задач, поставленных целью идеологии. Это сбор уже специалистов, сбор исполнителей и прочего-прочего, которые вот эту идеологию примут. Не просто будут куплены, а примут и захотят использовать то, что им предложено для того, чтобы достичь то, что там задумано. И вот только потом мы можем уже к этому подтягивать средства производства, земельные участки и прочее. Мы можем, конечно, по-другому пойти. Взять какое-то земельное участок, как сейчас многие у нас делают люди, сесть на нем, попеть пару песен, провести хоровод, попрыгать через костер, а потом сидеть и голодать. Вот сейчас происходит вот это в большинстве своем. Я думаю, что вы так закивали головами, очень часто встречается. И вот как раз Валентин Игоревич, когда он брал под управление большой регион, сначала была понятна цель идеологии, и понятно было, кого он призовет. И потом он начал только исследовать, что здесь есть более подробно, встречаться с людьми, с ними разговаривать, а не так, что давайте-ка мне землю, а что там, непонятно, зачем, ну, китайцев пригласим там или кого-нибудь еще там, негров пса привезем. Комплексный подход, но сначала цель диагностики. Поэтому от народа на сегодняшний момент зависит все. Еще маленький момент, сейчас Валентин Игоревич закончу, потом поправишь меня. Многие говорят, ну вот у нас нет денег, вот мы такие несчастные, вот у Абрамовича, ну это как бы сейчас я в кавычках говорю, понятно, да? У него деньги есть, а у нас нет. Давайте подумаем. К примеру, можем мы набрать 10 миллионов человек, ну, из тех вот миллионов, которые нам говорят, что они у нас есть. Можем еще пока набрать те, которые хотят хорошо жить, те, которые хотят поднять экономику и прочее, прочее, прочее. Те, кто хочет развивать свои национальные, национальные, не очень я люблю слово, но народные свои проекты. Ну, можем же набрать? Можем. Теперь представьте, что эти 10 миллионов человек не купят бутылку дешевой водки, а 100 рублей направят в некий фонд державный. Мы получим на ровном месте, задачка такая, не очень сложная, возьмите 10 миллионов и умножьте на 100. Это примерно миллиард рублей, если я правильно считаю в голове. Дальше. Если вдруг эти же 10 миллионов захотят не купить себе безделушку на Алиэкспрессе китайскую, которая на помойку пойдет через месяц, а вложить, к примеру, тысячу рублей в этот же фонд, то там уже будет сумма на десяток больше. Ну, а если, например, мы что-то уже финансово продумаем и захотим это все исполнить в одном регионе, потом в другом, в третьем, то в этом случае там будет сумма, которым Абрамович, например, бы очень хорошо даже позавидовал. Дело в том, что у многих вот этих известных олигархов, бизнесменов крутых, у них как таковых денег сейчас нет, они все вложены куда-то, они где-то там крутятся, вертятся, вот реальных денег у них нет, а у нас реальные деньги есть, вы понимаете, в чем разница-то? Им, чтобы достать деньги, необходимо что-то где-то закрыть, где-то что-то перезанять и так далее. У них есть имя и есть счета, якобы, на которых что-то есть, а у нас есть реальные деньги, у нас есть реальная экономика, которую мы можем создать. Так что, вот это забывать не надо, от нас зависит все, и перестаньте думать, что мы брошенные, что мы какие-то обкаканные, писанные, свиньи подзаборные. Мы вполне реальный народ, мы вполне реальные люди, настоящие, которые могут мыслить, которые могут объединяться. Нас разъединяли, а теперь властвуют, а пришло время соединяться и здравствовать. Ну, это так вот вкратце. Хорошо. Я бы хотел дополнить, что то, что сейчас вы оба сказали, смотрите, друзья, нам бы хотелось еще раз напомнить о том, что у нас, как у народа, действительно, на сегодняшний день есть очень много инструментов и речевов для осуществления своей воли. Это касается и законодательства, и Конституции, и нашей, в конце концов, воли. Мало того, мы же вот не зря эту передачу затеяли, ведь вот народно-славянское радио, которое Алексей возглавляет, просто титаническую работу производит для разъяснения всех этих вещей, для поднимания культуры, для того, чтобы человек помнил, наш русский человек, помнил себя, кто он есть. И действительно, нам пора уже действительно проснуться, вспомнить все свои возможности и сегодняшние свои права, которые закреплены в том числе и законах и возможностях управления, начиная с мест, через местное самоуправление, объединяться в том, о чем оба наших соратников сейчас говорили, и действительно начинать просыпаться. Вот. И я бы хотел, друзья, еще перейти к следующему вопросу. Вот, Валентин Ильич. Не, не, подожди, Валентин Ильич хочет что-то дополнить здесь, и еще тут премии, премии какие-то есть, у нас уже почти 26 минут прошло, может быть, мы оставшиеся вопросы в следующей передаче, раз мы участвуем. Мне хотелось бы здесь более подробно углубиться. Чуть-чуть дополню, чуть-чуть-чуть-чуть. Значит, вот Алексей, он сказал, что если мы все скинемся каждый по 100 рублей, то получится капитал, с которого мы можем стартовать. Вот я как человек, который системно как бы понимает всю экономику от самого нижнего уровня до самого верхнего, и более того, как практик, который корпорацию такую создавал с 12,5 тысяч собственных работников. Вот мы ее вместе с моим напарником вдвоем начинали с двух человек до 12,5 тысяч, и вывели ее на очень хороший положительный результат с очень большой прибылью. Вот я хочу сказать вам, что не со 100 рублей начинается преобразование России. Значит, дело в том, что вот я с первого, о чем я говорю, что как только каждый человек перестанет себя считать неудачником, а начнет считать себя частицей народа, когда он вот в этом местном самоуправлении, в этой самоорганизации заявит волю народа, что я народ, вот он становится хозяином, хозяином всей административной системы, потому что вся эта исполнительная власть, она должна исполнять волю народа. Сегодня у нас воля народа не заявлена, она не выявлена. Дитя не плачет, мать не разумеет. Так вот я о чем хочу сказать, что если людям на территории нужны средства, чтобы они кормили своих детей, продолжали свой род, не 100 рублей их спасут. А вот ровно те рецепты, которыми Владимир Ильич Ленин поднял страну после гражданской войны, разрухи, испанки, когда миллионы человек погибли. Он за три с половиной года поднял страну, когда он дал машино-тракторные станции и помощи всем этим крестьянам, дал посевной материал, сделал эту программу ГОЭЛРО, начал реализовывать. Значит, давал племенной скот продуктивный, когда государство не со стороны лыбится, что у нас все плохо, а когда оно начинает отвечать за результат, как говорит современный русский язык, за базар отвечает. Чтобы не вот так, как академик Беган сказал, 28 лет топчемся на месте, а чтобы было действительно отвечали не за суматоху. Сегодня что говорят нам чиновники? Мы проводим совещания. Да кому не нужны эти совещания, если они не приводят к результату? Так вот, я вам, дорогие мои, говорю с камой страшную тайну, что у нас денег в стране немерено, не нужны ваши 100 рублей, не нужны. Просто заявите свою волю, что вы народ и что вы хотите, чтобы к вам власть относилась с уважением. Во-первых, чтобы она прочитала варианты интенсивного развития каждой территории. О чем я говорю? Дело в том, что сейчас мы с вами, наша вся страна и все наше общество, мы похожи на собаку на сене. У нас под ногами огромные богатства, весь мир завидует, выгод в Россию, там вообще немерено. 40% мировых богатств и всего 2% мировой популяции. Выгод, как вы умудряетесь на таких богатствах еще испытывать недостатки в чем-то? Так вот, народ должен сказать власти, любезная власть, будь любезна, просчитай варианты интенсивного воспроизводства. Вот всего этого материального сектора, какие заводы, куда нужно стоить, как перерабатывать, какие природные ресурсы, просчитайте эти варианты. После чего вот такой любой вариант, если его удастся сбалансировать между тростлевым балансом по замкнутым территориям, он будет отфондирован либо за счет внешних источников, либо за счет внутреннего источника развития. Я вот эти источники лично создал. Слушайте, какого инвестора ждал Йосиф Виссарионович Сталин, когда он сделал индустриализацию страны? И мы от Сахи шагнули за те же 28 лет к ядерным реакциям и в космос. За те же самые сроки. Он не ждал никаких, не было никаких инвесторов. Было внутреннее понимание, что никто нас не спасет и ничего не избавит. Никаких нам подарков не будет ни от каких капиталистов. Вот сейчас наше время историческое. Нам принимать решение. Валентин Ильич, я бы хотел сказать, что когда ситуация такова, какова есть, у тебя есть свой личный опыт, который очень четко практикой поддержал то, что ты сейчас говоришь. Но когда люди понимают, что государство лыбится со стороны и все это чиновничьи братья никак не хочет смотреть народа, он вынужден начинать искать варианты, как самого себя сохранить, поддержать. И то, о чем говорил Алексей, это один из примеров. Дело не в том, что он тоже может работать, но я сейчас не за это ратую, о том, что у нас действительно стоит задача, кроме того, что выжить, нам действительно надо создать внутри сегодняшней системы, этой паразитической, капиталистической, создать свою справедливую систему и действительно вынудить или, как говорится, народной волей заставить, изъявить эту волю, заставить государство смотреть в нашу сторону. И я бы хотел, чтобы все-таки на данный момент какой образ будущего видите у нашего народа все-таки вот с этим погиб. Александр, подожди, подожди, здесь очень важный момент, дайте-ка я это тоже добавлю. Плох тот слесарь, который пользуется только одним ключом на 19. Если у слесаря в кармане только один ключ на 19, он всегда будет искать только ту гайку, которую сможет этим ключом открутить, и при этом не будет решаться проблема. Если мы люди будем утыкаться только во что-то одно, мы будем превращаться в таких слесарей с одним гаечным ключом, не понимающим, что происходит. Когда я говорил про 100 рублей, я всего лишь навсего призывал включить осознание, что народ что-то может, даже если вообще сейчас все отключится, вот вообще все отключится. Китайцы отвалятся, там еще что-то отвалится, закроют границы, газ перестанет идти по трубам, и надо будет что-то сделать. Нет фондов, к примеру, ничего. Представим, что это есть. Я эти примеры привел к тому, что каждый из нас, вложившись со смыслом куда-то, может что-то сделать. Но это ни в коей мере не исключает того, что у нас есть возможности получения финансов из других структур, в том числе и через местное самоуправление, в том числе через обращение с какими-то программами куда-то. И по поводу программ, на мой взгляд, наша задача не просто давать поручение, просчитать кому-то, что сделать на нашей земле, а наша задача с такими специалистами, как Валентин Игоревич, и с другими, которые входят в когорту русских, славянских представителей, лучших, ученых, заниматься расчетом, что на этой земле можно сделать, что необходимо сделать, и что будет дальше. И с этими проектами идти уже туда и говорить, вот вам проект, чем мы хотим заниматься, теперь сравните с тем, что у вас есть. И давайте-ка мы придем к тому, что нужно нам, и будьте любезны деньги дать. Но для того, чтобы просчитать это, уверяю вас, все равно нужно будет скинуться местами где-то, может быть, не 10 миллионов человек, может быть, там достаточно 10 человек, которые там по 100 рублей скинутся, чтобы хотя бы оплатить транспорт, чтобы человек куда-то доехал, к примеру. Все равно местная самоорганизация будет здесь присутствовать. Поэтому я всегда и за организацию на месте, и за взаимодействие местной организации с верхом, и взаимодействие с верхом каких-то инициатив. Но просто так вот поручать, на мой взгляд, вы нам посчитайте, да не надо насчитать вот такой, там где-нибудь на Маховой или в каком-нибудь другом месте, и даже не знать, что верхнее уздящего нуждается в проведении водопровода, к примеру. Понимаете? А мы там говорим, прочитайте для верхнего уздящего, чем нам заниматься. Да вот приходят специалисты, говорят, у нас есть вот это, вот это, вот это. Мы можем делать вот это и хотим вот это, а теперь сделайте так, чтобы это все сделать. Алексей, вы правы, вы правы, Алексей. Вы правы, значит, без людей считать все это бессмысленно и глупо. Я ровно об этом и призываю, что надо перестать быть терпилами, надо становиться народом и на местном уровне самоуправления местного, сельский исход там, поселковый, какой хотите, да, вот сказать, что мы здесь вот хотим не на подаяние, не на милостыню жить сверху, а мы сами можем зарабатывать прилично для своих детей, для достойной жизни и хотя бы обозначить, чем мы хотим заниматься. Кто-то может вот в одной, в одном селе женщина сказала, я, говорит, могу шубы шить, там, шапки, ну и что, она одна, допустим, да, а если по району в каждом селе по одной, по две, значит, уже на район надо ставить скорнячную, скажем, фабрику по выделке кож, понимаете, не в каждом селе, не в каждом хуторе, а на район или на два района, посчитать надо. Кто считать может? Только Департамент экономики области, потому что у них есть вся информация, все данные о территориях, о землях, о подключениях, куда можно подключиться к ЛЭП, куда нельзя, куда есть дороги, куда нет, где водоохранная зона и так далее. Так что считать должны они, а вот за коперчиком, за стрельщиком, за хайщиком должны быть местное самоуправление, вот именно народ, первичное звено народа. Инициатива должна идти от народа. Пока дитя не плачет, мать не разумеет. Говорит Петр. Друзья, вы... И еще, почему я тоже сказал здесь вот про деньги, я такой простой пример привел, сейчас как это, кто-то скажет, ну вот опять деньгам. Деньги – это просто пример. Вот если вы хотите узнать, кто рядом с вами и как на него можно положиться или нет, задайте простой вопрос. Ты за родину жизнь готов отдать? Ты готов последнюю рубаху снять, если твой товарищ здесь остался голышом, вообще ему жить негде? Можешь в свой дом пригласить того, кто, например, потерпел там пожар или наводнение или что-то еще? Уверяю вас, что современная цивилизация уничтожила здравомыслие у большинства людей. И половина сразу скажет, ну я, может быть... Ну, в общем, в кусты улезут. Но только 50 или 30 процентов те, которые скажут, да, вот с ними можно что-то делать. И вот когда вот такой вопрос, честно, человек дает ответ на такой вопрос, честно, вот с таким можно дальше двигаться. Тогда его можно в деле проверять. А со стабильностью? Куда остальных-то? Что, в концлагерь? А я... Нет, почему? Почему? Я же не сказал, что с ними еще делать. А ты уже задаешь вопрос, что делать? Я к тому, что вот с этими необходимо начинать дело, чтобы остальные тоже стали вменяемыми и вернулись к анестезию здравомыслия. Можно мне? Вот смотрите, друзья, вы абсолютно оба правы. Я бы не хотел, чтобы наш, так сказать, родовой превращался в спор. Нет, вы просто дополняете друг друга позиции разного опыта. И это ценно в нашем народе использовать разный опыт и добиваться лучшего результата. И учитывая того, что мы уже сегодня достаточно много зацепили, я полагаю, что в следующей передаче у нас будет как раз образе будущего, который мы можем сами себе позволить, из чего он складывается, каким образом его добиваться. А сейчас я бы хотел, чтобы вы хотя бы два слова сказали, пожелания нашим зрителям, что вы еще хотите ответить, сказать в рамках нашего сегодняшнего разного мира. Можно я первый тогда начну? Я хочу сказать самое главное, обращаясь к людям, что вот сейчас, глядя вокруг, особенно молодежка, она ничего хорошего для себя не видит. Понимаете, безнадега полная. И по селам, по деревням, по поселкам, малым городкам. Вот это от безнадеги народ и год купить начинает, и ерундой заниматься какой-то. Вот и труд не оплачивается, и трудовые отношения больше стали похожи на рабовладельческие. Вот хочу сказать, что это все ровно потому, что мы на подтанцовке у чужих, у чужого танца. Мы не занимаемся, мы не своим делом занимаемся. Вот когда мы вернемся сами к себе, все у нас будет, все у нас получится. Это я не добрый дядя, который по желанию вам тут сказку рассказывает, еще раз говорю, когда я все это применять начал на практике, я практик производственник, у меня сразу получился великолепный бизнес. Великолепный. Все отлично получилось. Я готов всем и каждому рассказать, чтобы такой же великолепный бизнес получился в каждом вашей области, у каждого из вас, чтобы вы были успешными, счастливыми. У вас будут семьи, еще раз говорю, мы великий народ. Мы сквозь века прошли, может быть, тысячелетия, чтобы вот из-за такой ерунды мы здесь сейчас и загибались. Ничего подобного. Вот второе дыхание мы должны просто обязаны обрести. Поэтому, еще раз говорю, никакого уныния. Значит, будущее у нас есть, у нас есть системный выход из этой безнадеги. Мы предлагаем другое социально-экономическое устройство, при этом без всяких майданов, без всяких революций. Мы предлагаем именно через заявление воли народа и заставить, чтобы власть становилась народной. Надо входить в эту власть, потому что это наше государство. Ему нельзя разламывать, его надо только укреплять, его беречь надо. Надо заходить в эту власть и заставлять, чтобы исполнительная власть исполняла волю народа, а не волю каких-то инвесторов для их потехи. Понятно. Алексей, ты что хотел бы обратиться к нашим людям? Во-первых, мне предложение все-таки слово бизнес не употреблять, иностранное слово. Это означает дело. Запускать дело, народное дело. Не частную лавочку открывать, а народное. То, которое служит народу и для народа, для того, чтобы народ развивался, для того, чтобы восстанавливались державные наши поконы, которые свойственны нам по крови. Без них мы просто обречены на вымирание, а с ними мы обречены на счастье. Это надо понять. Второе. Включайте здравомыслие. Перестаньте быть сантехником с одним гаечным ключом. Смотрите во все стороны более широко. Рассматривайте все вопросы возможного взаимодействия со своими друзьями, пробуждения окружающих. Смотрите, что у вас есть под ногами, что у вас есть вокруг. И исключайте какие-то системы самоуничтожения. Объединившись вместе, первым делом закрывайте всю эту мафию, связанную с наркотической деятельностью. Все абсолютно. Алкоголизм, курение, наркоту. Просто добивайтесь, чтобы эти все помойки, торгующие этой дрянью, были закрыты или были вынесены по закону на определенные расстояния. Хотя бы. Чтобы ваших детей уберечь от спаивания. Чтобы мужику не надо было думать, взять мне, проходя мимо этого ларька, или не взять очередную пузырек, чтобы выпить. После этого или во время этого обязательно думайте, чем занять этого мужика, чем занять детей. Это опять же самоорганизация. И взаимодействуйте на всех уровнях. И по горизонтали, и по вертикали. Потому что вы хозяева земли. Вы лучше знаете, что вам нужно здесь, что у вас есть, чем вы можете распоряжаться и как сделать. Желаю всем добра. Я бы хотел, друзья, в заключение сказать вот этот отец охван, что то, что мы сегодня подняли, это просто такие ботиоты кричит. У меня ситуация похожа на то, что, знаете, какая-то мразь, эта серая слистерская залезла во все наши уголки нашей жизни, во все поры пытается нас просто съесть изнутри, уничтожить. Ну, это такой образ. Но нам пора проснуться. У нас просто по-другому нет будущего. и мы сегодня на всех наших программах предлагаем вам конкретные шаги, инструменты, проекты, которые бы помогли нам все-таки вспомнить, что мы действительно великий талант, первый народ. Не такое нам по силам гораздо больше вещи делали. И сегодня вопрос стоит именно в этом. Пора все-таки понять, кто мы есть, просыпаться, засвучать рукава и делать, делать, делать. Только так у нас здесь будущее. На этом прощаюсь с вами, друзья. Всем всего доброго. До следующей встречи. Быть добро. Все добро. Быть добро. Субтитры создавал DimaTorzok